Выставка «Сердце милующее», посвященная памяти митрополита Филарета Вахрамеева, первого патриаршего экзарха всей Беларуси, проходит в эти дни в Привольнинской средней школе Минского района. Инициатором ее проведения выступил приход храма святителя Николая Чудотворца в поселке Привольный. В открытии экспозиции приняли участие митрополит Минский Заславский Вениамин, патриарший экзарх всей Беларуси, представители руководства Минского райисполкома и сферы образования Минского района. В экспозиции нашли отражение наиболее примечательные и важные моменты жизни служения митрополита Филарета, юности, обучение в Московской духовной семинарии, послушание в отделе внешних церковных связей Московского патриархата, служение на белорусской земле. Автором экспозиции является церковный фотограф Оксана Кнаус. Ранее выставка была доступна посетителям Национальной библиотеки Республики Беларусь Минской Духовной Академии. До конца месяца ее смогут посетить школьники Минского района. Историю пишут люди, и Владыка Филарет много сделал для Беларуси, и он оставил нам много добрых дел, много идей, а главное оставил образ человека большой, который жил по образу подобию Божьему, который старался во всем подражать Богу и учить этому свою паству. И вот это его наследие, которое настало людям, конечно, надо его нам знать, пользоваться им, и чтобы оно приносило добрые плоды растающим поколениям. В Привольном Владыка Филарет бывал многократно, ежегодно, и заботился об этом приходе, и сейчас возможность проведения здесь, в школе, поселка Привольном выставки, посвященный Владыке Митрополита Филарету. Это знак благодарности, знак любви и памяти о почившем архипастре. Наша выставка включает в себя 14 стендов, которые рассказывают о жизни и служении Митрополита Филарет. Митрополит Филарет начал свое служение в Беларуси в 1978 году. Этот путь был очень непростым и очень тяжелым, и наша выставка рассказывает как раз об этом пути. Эта выставка в память Митрополита Филарета будет полезна, важна, интересна. Я думаю, что и детям, и взрослым заинтересована в том, чтобы такая же выставка появилась еще и в других учреждениях образования Минского района. У нас их 125. У нас в учреждениях образования действуют факультативы по духовно-нравственному воспитанию. Это будет такой мощный стимул еще раз глубже проникнуться, увидеть и взять себе за образец жизнь великого человека христианского мира.